всем привет дорогие друзья с вами акцион и самое главное что вы должны заметить это у меня поменялись очки да теперь я стал еще умнее действительно и делаем гайд сегодня знаете кого а его не видно да на пушистого хомячка тимофея андреевича вот он вот он тимоха я думаю гайд на него необходимо запилить персонаж не сложный сразу разберемся чтоб я потом не забыл первое какие руны на него взять честно экспериментируйте можно взять точность можно взять доминирование можно взять колдовство то есть тут надо экспериментировать можно создавать свои руны и подбирать то что под ваш стиль игры дальше разберемся на какие линии тима можно брать самое оптимальное это конечно же линия топа самая верхняя линия наша куда можно еще взять можно взять саппорт а если идете в паблик ну можно пофаниться конечно попробовать в роли адека но до 6 уровня вы будете испытывать дикий дискомфорт в роли саппорта но в принципе тоже до 6 она будет терпеть на мид ну если там очень слабый мидер в лес вообще без понятия потому что довольно таки опасно все-таки он вообще не лесник тима это пушистый хомячок который просто всех бесит и умение у него такие чтобы просто бесить ну что ж чуть-чуть ознакомились персонажем будь готов всегда готов это одна из его цитат начинаем начнем с пассивки когда тима не видно течение некоторого времени он становится невидимы его можно раскрыть либо вардом красным который лупа оракула вот такой вот либо благодаря каким-то умением которые наносят урон и рядом ну как ударная волна пойдет и будет видно что что-то здесь стоит то есть так и можно догадаться состоит тима под башней тоже если он будет стоять его будет видно так что это не то чтобы плюс не то чтобы минус так чисто вот в начале игры например когда вы выходите из какого-то такого вот инвиза так сказать в течение некоторого времени увеличивается скорость атаки то есть внезапность атаки если вы также будете делать из кустов также это приветствуется первое умение кью слепящий дротик просто плюет в лицо при попадании в персонажа он ослепляется и вот время на которое он ослепляется он не может попасть по вам авто атака не по вам не по не помененному вообще не по кому очень хорошо использовать когда например насос хочет чуть-чуть пофармить только начинает нажимать на соки сразу же ему в лицо он получает урон сразу же перескочу ешка отравленный выстрел это просто пассивное умение как вы видите чтобы дополнительный урон дротик наносит дополнительный магический урон table просто ускоряется на небольшой промежуток времени быстрее бегать очень хорошо чтобы уклоняться от противников пассивно также увеличивается бег если его никто не трогает далее грибы очень просто нажимаете r выбираете радиус куда кинуть гриб и кидаете еще есть фишка того что если вы кинете гриб на гриб он прыгнет сразу же при этом взрыве мы замечаем то что радиус гриба во-первых вокруг него есть радиус то что если враг пройдет и заденется вот за об эту линию какую-то гриб взрывается также если он будет наступит и будет рядом его союзник они все будут получать урон зависимости от ваших шмоток урон будет различным либо много наносить либо мало в принципе по его умениям все что важно среди грибов ни в коем случае вот так вот нельзя делать почему потому что грибы не стакаются то есть если враг наступит на два гриба одновременно давно просто пройдет у него урон будет грубо говоря как за один поэтому надо раскидывать такие места где мы можем догадываться что скорее всего да вот например он здесь вард поставил куда он пойдет либо сюда либо сюда также мы можем как вард его оставляйте раскидывать в чужие места то есть если кто-то пойдет на ганг он наступит не забывайте что ловушка активно в течение пяти минут то есть через пять минут вот есть вот так же таймер для подсказки гриб просто завянет и все и его больше не будет также хорошо подфармливать также на дистанции если вам не дают фармить то есть с лейтом это облегчается по башне урон как бы только только основным умением наносится и все ничего больше нельзя юзать грибы это ваша опора тут уже все зависит от вашей шахматной игры от вашей стратегии берем скачок и телепорт также мы можем кинуть грубо говоря да в лес врага и туда тп шанса условно говорят например с база до тп что есть например никто не знал что вы здесь вардик поставили знаете что лесник здесь скоро пойдет потому что только что баф появился хоп 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 например да рано или поздно наступит собственно вся игра на тима экспериментируйте бесите врагов и не сливайте катки потому что тима такой персонаж что он только может нажать киу грубо говоря и все и помогать своими грибами то есть вот как я вам показал раскидывать в те места где враг скорее всего наступит они просто кидать вот так так нельзя фу так нехорошо вот так вот егут я надеюсь вы поняли по-другому никак также можно конечно же сидеть засаде чувак приходит на баф ты ему сразу в лицо дал хоп 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 побежал он за тобой наступает и наступает опять развернулся опять в лицо дал хоп и все так тоже можно делать но будьте аккуратны потому что в поздней игре тима он не адыка как таковой да он не танк так таковой просто бесячий хомячок то есть есть у него не будет хороших тиммейтов или он будет лезть вперед на рожон он быстро будет погибать и будет бесполезным чемпионом потому что все будет часто умирать вы не сможете раскидывать грибы и не сможете помогать своим союзникам вот и все с вами был максон экспериментируйте потом пишите свои комментарии как вам понравилось не понравилось как у персонаж что вы о нем думаете что думаете обо мне что думаете о пишите обо всем и сразу пока пока до новых встреч